Я совершенно нефотогенично и ужасно получаюсь на всех фотографиях. Вам знакома эта фраза? Если да, то добро пожаловать в Дамский клуб «Эгоистка», где сегодня проходит фотосессия Рустама, фотографа более известного под именем РУС-2Д. Каждый человек, кого я снимаю, сразу же выдает мне все свои опасения по поводу своей внешности. Никто не считает себя красивым и привлекательным. Все очень боятся и робеют, и делают вежливое лицо перед камерой. Хотя, как мне кажется, вежливость убивает фотографию. Вежливое лицо — это какое лицо? Вежливое лицо — это лицо, готовое к любым перепитиям жизни. Лицо, с которым вы ходите по улице, когда вы соглашаетесь с людьми в общении. Вот сейчас у вас, к примеру, очень вежливое лицо. Так, а что в нем особенно вежливое, чтобы уловить эти моменты? Вежливое лицо обладает некоторой защитой. Это маска. Маской, да, это маска, конечно же, маска. Нет откровенности, на которую я все время пытаюсь выудить своего собеседника и модель. То есть, если я хочу удачно фотографироваться, мне нужно сначала психологический тренинг, раскрепощение. Да, да, конечно же. Но это все можно объединить и быстренько сделать прямо перед камерой. Ну вот, да, я могу сейчас подтвердить, как неопытный любитель фотографироваться. После некоторых нескольких фотосессий мне стало это делать легче, фотографироваться. Ну, даже, наверное, интереснее. Человек, получивший красивые снимки из себя, ставший увереннее в себе, он видит, насколько он красив, насколько доказана его красота личная фотографу. И он становится лучше во многих отношениях. Он получает новый заряд, новый, как это сказать, стимул для новых подвигов и приключений в его жизни. Я нашла для себя парочку образов или поз, которые, как мне кажется, более или менее так, может быть, удачны. Но на какую фотографию не посмотрю, я везде с этим выражением лица в этой позе. Штамп, штамп, штамп. Что делать? Вежливость, вежливость. Ох, нужно довериться фотографу. Тут больше никаких советов не могу сказать. Нужно забыть на мгновение о себе, не контролировать свою внешность, перестать. Отключить контроль. А что вы скажете вообще про такое понятие, как фотогеничность? Это миф или это действительно есть? Фотогеничность есть, да. Но это не совсем красота, это скорее уверенность в себе и гармония внутри вас. Вот это я называю фотогеничностью. На самом деле все это не так просто. Ты борешься, перебариваешь себя, потому что, ну, ты не раз встал по щелчку, и ты уже фотомодель. Это каждый раз что-то новое ты пытаешься, делаешься, идешь дальше. Да, Максим, вот я именно об этом сейчас хотела вас спросить. Что самое сложное? Самое сложное, наверное, перебороть в себе вот этот страх, наверное, что я то ли не смогу, то ли что обо мне подумают люди, или что-то как-то, как на это будет реагировать общество. Какую оценку дадут, да? Да. И какие способы есть, чтобы воспользоваться внутренней силой и все-таки перебороть этот страх? Да, просто надо себе говорить, что да, я смогу, я лучше и все. Если смотреть позиции модели, да, в качестве которой может оказаться каждый из нас, единственное, что бы я посоветовала, просто даже не как профессионал, может быть, а как наблюдатель того, что получается в итоге, это быть естественным. Не бояться проявлять свои эмоции, не пытаться кому-то подражать, не пытаться пробовать какие-то шаблонные позы, потому что прежде всего всегда цепляет, всегда радует именно индивидуальность человека. Что для этого делать? Ну, перед объективом, мне кажется, немножко проще, чем в жизни, да, если мы смотрим какую-то фотографию, которая делается в жизни и фотографию, которая делается в студии, да, по какому-то сюжету. Проще в том смысле, что девочка, которая оказывается перед объективом, она уже не она, а тот конкретный образ, та конкретная роль, которая ей в данном случае предусмотрена. Поэтому она актриса, то есть она играет определенную роль, и, наверное, это помогает раскрепоститься, отойти от каких-то стереотипов, от своего поведения. Что для фотографии лучше? Ну, вот есть такой стереотип, что посильнее накрашусь, и уж точно все мои недочеты и нюансы будут не видны. Но он неспроста, на самом деле, появился, потому что, если мы говорим о студийной съемке, как вы понимаете, речь идет о достаточно мощном источнике света, который используется. И, естественно, для такой съемки мы всегда делаем макияж достаточно яркий. Я бы сказала, даже в разы ярче, чем девушку мы накрасили бы для жизни, для какого-то мероприятия в жизни. Это уже грим? В общем, да. Это уже ближе к гриму, нежели к обычному макияжу, который нам привычен в ежедневной жизни какой-то. А если говорить не про профессиональную съемку, а про обычную? Про обычную элементарно. Не пытаться создать что-то мега сложное. Самое главное, к чему стоит стремиться, это матовая кожа, которая не блестит в кадре, она всегда выглядит выигрышно. При этом не перегибать палку, не пытаться сделать ее а-ля такая маска бездушная. Все равно у нас лицо — это часть нас, часть организма. Все равно присутствуют какие-то блики, которые, как правило, даже еще прибавляют текстуру, рельеф. То есть более выигрышно подчеркивают какие-то наши индивидуальные особенности. Ты все-таки должен показать то, что хочет от тебя фотограф. И в моем понимании вот это самое сложное. То есть абстрагироваться от своих нынешних эмоций, там, допустим, хорошо тебе, плохо, там, в хорошем тебе настроении, плохое, случилось что-то, не случилось у тебя. И показать именно то, что надо фотографу. А как это сделать? Усилив волю, по-другому никак. Просто освободиться от этих эмоций, представить, как бы, как-то, что вот один на площадке, и именно сконцентрироваться на той эмоции, которую хочет от тебя фотограф. То есть если ты хочешь, там, если фотограф хочет, чтобы ты показал секс, там, надо вспомнить что-то из жизни. То есть для меня самое легкое — это проводить ассоциации с тем, что было когда-то в жизни, потому что эмоции вспомнить легче всего. Ну, на прошлом опыте. Да. В моем сейчас представлении фотомодель — это человек практически с абсолютной степенью саморегуляции. Ну, в принципе, да. Да, потому что даже судя по тем многочисленным шоу, которые сейчас идут по телеканалам, там, «Топ-модель», «Ты супер-модель», «Ты т.п.,» люди в этой сфере должны в сию секунду, ежемоментно абстрагироваться от всего и показать то, что надо. Любого человека, наверное, можно найти много и удачных, и неудачных фотографий. Да, в паспорте это особенно. Стоит ли хранить в альбоме фотографии неудачные? Это же тоже какое-то запечатление. Фотографии должны быть удачные только для, допустим, профессионального портфолио. А для жизни — это же эмоции запечатляют. Это же не только ты, как бы, это твои эмоции. Если ты там что-нибудь сделал, рожу какую-нибудь, она, говорят, смешная, но, например, там как-то коряво получился. Но это твои эмоции. Так что стоит хранить все фотографии, это память в любом случае. Чем больше ты уверен в себе, тем легче тебе дается что-то в жизни, на самом деле. Человек, который зажат, человек, который скован, общество воспринимает немножко. В таком же ритме. Потому что всегда приятнее смотреть на человека, который уверен в себе. Всегда приятнее человека принимать таким. Потому что скромность в наше время, конечно, украшает, но не всегда. Далеко не всегда. Что делать, чтобы раскрепоститься? Что нужно сделать, чтобы суметь перед камерой, перед объективом поиграть? Это же, мне кажется, очень непросто. Да, это непросто. Мне кажется, нужно полюбить себя. Как только ты полюбишь себя, ты сможешь преподнести это окружающим. И человек, который любит себя, он может в полной мере показать, насколько ты красив. Опять же, не переступай какую-то планку, без заночисти, без ничего. В полной мере. Поэтому, если ты любишь себя в полной мере, если ты уверен в себе, игра перед камерой для тебя будет очень легко даваться тебе. Ну что ж, секрет идеальной фотографии прост. Будьте естественны и любите себя, и улыбайтесь. И тогда с каждой фотографией на вас будет смотреть красивый, счастливый, уверенный в себе человек. Это вы сами.